Как не допустить нового диктатора после Путина? Ну, Путин-то рано или поздно уйдет. Как мечтает он сам в гробу, или, как мечтаем мы, на виллах, но так или иначе, несмотря на его стремление править вечно, он, к счастью, не обладает секретом бессмертия. Но как сделать так, чтобы после Путина не было нового Путина? Чтобы не вернуться к диктатуре, чтобы Россия не вернулась к диктатуре, нам нужно постоянно бороться за политическую свободу. И это не просто слова, потому что нельзя вот нечто такое сделать, чтобы раз и навсегда гарантировать страну от диктаторов и диктатур. Это процесс, это работа. Любую свободу надо постоянно защищать. И нам это предстоит делать в России после Путина. Но как именно? Диктатура возникает, когда в руках диктатора сосредоточено достаточно власти, чтобы он мог сам себя защитить от потери власти. И не допустить подобного помогает, как вы знаете, система сдержек и противовесов. Ну, самое банальное. Разделение власти на исполнительную, законодательную, судебную. Наличие независимых органов местного самоправления. Полная независимость судебной системы, подконтрольность общества, силовых ведомств и избирательной системы. И тут вы скажете, ну, Леонид, ну в России все это есть. Но в магии-то все же прекрасно. Только не работает, нифига. Прописано все это и в наших мудрых законах, и в нашей прекрасной конституции. А толку-то все разделение властей остается фикцией. Когда по факту Путин лично решает, отпускать ли Навального наличие за границу или нет. Когда он лично решает, какой приговор выносить по резонансным делам. И сам прописывает изменения в этой расчудесной конституции. Но стало быть, наша с вами задача, это заставить систему сдержек и противовесов работать. И запустить ее, и поддерживать эту работу. Давайте разберемся, как. Во-первых, нужно построить и поддерживать конкуренцию в политической системе. Вообще ведь демократия на самом деле подразумевает непрерывную и жесткую конкуренцию между политиками. За ограниченный ресурс, за власть, за идеи, за умы и сердца избирателей. Если политическая система не испытывает недостатка в амбициозных личностях, она и способна сама себя контролировать. Потому что в поисках компромиссов разные ветви власти и разные партии, разные политические силы сдерживают и ограничивают власть друг друга, не позволяя сложиться диктатуре. Но Путин, как вы знаете, за 20 лет успел многим избирателям внушить, что вот жесткая политическая конкуренция, ну такая, знаете, до драк в парламенте, это плохо, это отвратительно. Куда лучше его стабильность, когда все голосуют по указке. Вы знаете, что на самом деле все наоборот. Да, на живую политику порой не очень приятно смотреть, но зато она является самым надежным предохранителем от диктатуры. И отсюда вытекает второе важное требование. Мы должны эту политическую конкуренцию подпитывать, снабжать новыми людьми. Люди должны стремиться в политику, стремиться выражать свою политическую волю через участие в политике, голосуя на выборах или занимая государственные посты. Сейчас-то ведь как? Хочешь пойти в политику и будь готов, что бизнес отожмут, тебя посадят, а по телевизору заклемят иностранным агентам. Так вот, как ни странно, нам придется специально поработать над тем, чтобы работа политика стала, ну хоть немного почетной, ну или по крайней мере незазорной, так скажем, достойной нормального человека. В-третьих, нужно будет, не жалея сил и ресурсов, развивать, воспитывать базовую политическую культуру общества, начиная буквально со школы, с уроков истории и общества знания. Рассказывать не только о современной ситуации, но и честно исследовать примеры из прошлого. И вот тут очень важно будет, например, максимально открыть архивы, как путинские, так и более старые, советские, чтобы никто не идеализировал и не романтизировал диктатуру, чтобы ни у кого не было соблазна снова поностальгировать о сильной руке. Потому что так называемая сильная рука – это всегда страдания и кровь миллионов. И последнее, и, пожалуй, главное. В России после Путина нам надо будет выстроить и поддерживать свободу распространения информации, потому что свободная информация – это главная прививка от диктатуры. Запретить цензуру и ликвидировать государственные СМИ, тщательно защищать права журналистов и сделать весь государственный аппарат прозрачным и подконтрольным обществом. Информация – это ключ к свободе. Ну вот такой вот внезапный пример. Например, вспомните 26 марта 2017 года. Почему люди вышли на улицу? Ну вот что в этот день изменилось? Может, Медведев внезапно начал больше воровать? Или жизнь там в одночасье ухудшилась? Да нет, ничего не было. Просто люди узнали о коррупции Медведева, бывшего президента, тогдашнего премьер-министра. То есть эта информация повлияла на настроение общества. Люди узнали правду, ну и возмутились. Резюмирую. Вот как будет и должна работать защита от диктатуры в России после Путина. Органы власти будут контролировать друг друга и конкурировать друг с другом. А если случится сбой, если кто-то попытается захватить слишком много власти? Об этом все тут же узнают. Благодаря СМИ в первую очередь. И люди отреагируют. Ну, либо выйдя на митинги, устраивая забастовки и акции. Потому что ходить на митинги это не будет что-то маргинальное или зазорное. Это будет частью политической культуры, гражданским долгом. А если этого будет недостаточно, то потом жулики, плохо показавшие себя во власти, попытавшиеся ее узурпировать, проиграют на выборах. Потому что нормальные люди не будут бояться баллотироваться сами и не будут бояться, не будут считать зазорным активно участвовать в кампаниях независимых кандидатов или оппозиционных политических партий. Одно цепляется за другое, одновременно и защищая, и контролируя. Честный суд не позволит полиции избивать митингующих на площади. А митингующие выйдут защищать полицию, которую кто-то захочет подчинить своим политическим интересам. А полиция обязательно расследует дело о коррупции продажного судья. И вот на самом деле, чем больше таких переплетений, тем лучше и надежнее. Да, это непросто. Задача выглядит непростой. Но на самом деле, все это вполне естественно и посильно для людей. И кажется нам с вами новым, просто из-за недостатка опыта жизни в таком государстве. Чем Путин и пользуется. А главное, все это интересно и полезно для страны. Прекрасная Россия будущего будет свободной и успешной страной. У нее все для этого есть. Оставайтесь оптимистами, подписывайтесь на мой канал и задавайте новые вопросы. Я отвечу на них в следующих выпусках. Продолжение следует...